Здравствуйте! Меня зовут Инна. Это канал Спикизи. На этом канале собрано видео, которые помогают изучать английский язык. В этом видео мы продолжаем читать детектив «Любовь или деньги», который написала Руина Акиньеми. И мы поработаем сегодня над 16 частью. Как всегда, в первой половине видео мы разберемся с переводом, а во второй половине этого видео мы послушаем этот отрывок из аудиокниги. Читать и переводить будем по предложениям. Как только видите на экране знак «Стоп», останавливайте видео, читайте выделенное предложение и старайтесь понять его содержание. Затем включайте видео и будем вместе читать и переводить. Итак, начинаем! Не хотите ли бутерброды и кофе, инспектор? Это слова Джеки. Наречие вомли образовано от прилагательного вом-теплый при помощи суффикса ли. Наречие всегда отвечает на вопрос «как?», поэтому вомли переводится «тепло». Мы можем сказать таким образом «Да, пожалуйста», «тепло», «сказал инспектор Волж». Здесь передается больше эмоциональная составляющая, поэтому мы можем перефразировать и сказать не только «тепло», но и «сердечно» или «приветливо». Например, «Да, пожалуйста», «приветливо», «сказал инспектор Волж». Выражение «I would like» переводится «я бы хотел». «Very much», которая стоит в самом конце. Если переведем дословно, будет «очень много». По контексту нам не совсем подходит такой перевод, потому что мы не выражаем так мысль «я бы хотел съесть бутерброды и кофе очень много». Здесь имеется в виду явно не количество, а наличие желания, поэтому подобную фразу мы переведем так «я с удовольствием бы съел бутерброды и кофе». «Jackie left the room». «Jackie вышла из комнаты». «Inspector Walsh thought about her». «Инспектор Walsh задумался о ней». «Why was she suddenly angry?» «Почему она вдруг разозлилась?» «The room was quiet». «В комнате было тихо». «Chapter 5. Пятая глава». «After the coffee and sandwiches, inspector Walsh called Roger Clarkson to the office». «После кофе с бутербродами инспектор Walsh позвал Роджера Clarkson в кабинет. «Roger came in and sat down». «Роджер вошел и сел». «The inspector began at once». «Инспектор сразу же приступил». «Now, Mr. Clarkson». «Ну что ж, Mr. Clarkson, why was your mother angry with you last night?» «Почему же ваша мама разозлилась на вас вчера вечером?» «This house is very big», – Роджер said. «Этот дом очень большой», – сказал Роджер. «It was a lot of work for mother». «Для мамы здесь было много работы». «I wanted her to move». «И я хотел, чтобы она переехала». «But no, но нет». «She loved this house and garden». «Она любила этот дом и сад». «She didn't want to move». «Она не хотела уезжать отсюда». «Или она не хотела переезжать». «Tell me about your job, Mr. Clarkson». «Расскажите-ка мне о своей работе, Mr. Clarkson». «Your mother is dead, and now you are rich». «Ваша мама мертва, и вы теперь богаты». «Do you need money?» «Вам нужны деньги». «Роджер's face was suddenly afraid». «Вдруг на лице Роджера появился испуг». Если переведем дословно, скажем так. «Лицо Роджера было вдруг испугавшимся». «О чем это вы говорите?» «I didn't kill my mother». «Я не убивал свою мать». «I need money, that's true». «Мне нужны деньги, это правда». «A friend and I want to build ten houses here in this garden». «Я со своим другом хотим построить десять домов здесь, в этом саду». «We can get a lot of money for them». «На них мы можем заработать много денег». «So I wanted mother to sell this house». «Поэтому я и хотел, чтобы мама продала этот дом». «It's true, это правда». «But Mr. Briggs wanted half the garden too, you know, for his farm». «Но Mr. Briggs хотел также половину сада». «Знаете ли вы под свою ферму?» «Inspector Walsh moved a pencil on the table». «Инспектор Walsh двигал карандашом по столу». «Tell me, what happened upstairs?» «Расскажите мне, что произошло наверху». «А теперь давайте послушаем этот отрывок из аудиокниги». «Would you like some sandwiches and coffee, Inspector?» «А, yes, please», Inspector Walsh said warmly. «I would like sandwiches and coffee very much». «Jackie left the room». «Инспектор Walsh thought about her». «Why was she suddenly angry?» «The room was quiet». «Chapter 5» «After the coffee and sandwiches, Inspector Walsh called Roger Clarkson to the office. Roger came in and sat down. The inspector began at once. «Now, Mr. Clarkson, why was your mother angry with you last night?» «This house is very big», Roger said. «It was a lot of work for Mother. I wanted her to move. But no. She loved this house and garden. She didn't want to move. Tell me about your job, Mr. Clarkson. Your mother is dead and now you're rich. Do you need money?» Roger's face was suddenly afraid. «What are you saying?» «I didn't kill my mother!» «I need money, that's true. A friend and I want to build ten houses here, in this garden. We can get a lot of money for them. So, I wanted Mother to sell this house. It's true. But Mr. Briggs wanted half the garden too, you know, for his farm. Inspector Walsh moved a pencil on the table. Tell me, what happened upstairs?» Это видео подошло к концу. Мы прочитали 16-ю часть детектива «Любовь или деньги». Я прощаюсь с вами до следующего видео и желаю вам больших успехов в изучении английского языка.